здарова бандиты давно у нас не было выпуска и сегодня у вас будет выпуск дегустация у меня подходит к концу моя арахисовая паста ореховая ореховая арахисовая я ее всегда называю орехами но это же орех меня всегда все поправляют не ореховая арахисовая и так у меня заканчивается арахисовая паста культ лад ну и человек всегда ищет что-то повыгоднее что-то получше что-то подешевле я решил попробовать арахисовую пасту которую я покупаю которую я сперлу не купил на вейлберис ребята скажу вам точно это был квест вот это вот покупка впервые было просто ее можно назвать квест вейлберис потому что обычно я что-то заказывал на вейлберис обычно это три-четыре дня и она у тебя в городе максимум там пять дней вот это вот арахисовая паста которую мы сегодня распечатаем пришла она вроде как мне кажется ничего здесь не поломано все здесь нормально я ее сказал ребята оплатил 22 октября сегодня у нас 1 ноября сегодня я ее только получил в инстаграм я регулярно выкладываю вот эти вот лист отслеживания в общем ребята самое интересное я не сейчас расскажу давайте я вначале расскажу сам квест а потом мы ее попробуем итак ребята оплатил я ее 22 числа буквально там дня через два ее выпустили со складов в петербурге она попала на склад коллегина колили коллеги на ну в общем на транзитный склад потом она приехала с коллеги на на транзитный склад новосибирск ну и с новосибирска обычно это один день она приходит сюда и она должна была у меня по моему числа 29 или 28 быть уже на руках но самое интересное что отслеживание начало показывать что она с новосибирска опять пошла в петербург то есть вместо того чтобы с новосибирска она она к нам едет буквально там пять шесть часов с новосибирска в ночью и посылают к нам и на утро она уже у нас в пункте в котором ты ее обозначаешь это же с новосибирска она начала опять отслеживаться в петербурге и пошло все по второму кругу сегодня спрашивала девушки почему в элберис стал так плохо работать она говорит что ну я в принципе я так и предполагал что видимо по дороге они ее разбили и чтоб вы в избежание вот этих вот всех споров и проблем чтоб деньги не возвращать они сразу отправили вторую банку из петербурга в общем в общем нормально мне нужна была паста арахисовая мне не нужен был спор мне не нужно было возвращение денег и поэтому меня я думал что эта банка такая коричневая нет это у нас пластиковое прозрачное ведро получается я при вас ее распечатал вот она здесь пломба пришло все нормально я поставил пять звезд за обслуживание не стал я там спорить какие-то жалобы писать что она 10 дней шла у меня еще моя банка культ лобовская там еще наверное я брал пол килограмма тоже на велберис кстати там еще наверно грамм 200 поэтому сильно я не расстроился взял я ее с запасом знал что могут такие вопросы возникнуть я думаю пока я еще свою не доел пусть это идет спокойно я буду кушать свою пасту ну и посмотрим ребята что это за паста но вот если судить что я вижу в прозрачные банки то очень хорошая консистенция нет никаких кусков нет никаких черных точек жидкая она достаточно жидкая сейчас мы ее так сделаем вот видите она какая-нибудь вот она вот так падает ну я надеюсь что здесь килограмм хотя бы ну и не пойду я за ложкой мы просто сейчас вот здесь его так попробуем по вкусу такая же без вкусная без соли без ничего без сахара на вкус такая же как в культ лобе но в культ лобе она гуще то есть мазать ее на бутерброд намного удобнее но на велберис пишут что чтобы она была гуще консистенция держать холодильнике и там она вроде как загустеет понятно с этим мы разобрались вкус меня устраивает единственное что меня не устраивает это вот это вот консистенция что она жидкая и так ребята давайте сразу все в одно сделаю не буду я делать несколько выпусков какие я еще принимаю на сегодня добавочки на сегодня я принимаю сегодня я купил две бутылочки сейчас я их покажу я периодически покупаю себе вот эту вот добавочку это обычный женьшень и обычные лео таракок это все это 25 миллилитров это 50 я это все совмещаю в одну емкость перемешиваю и добавляю там чайную ложечку утром и чайную ложечку в обед очень хорошо меня это восстанавливает очень хорошо мне нравится как поднимает томс ну и в общем то что такое элео таракок и женьшень вы или без меня уже знаете ну а если не знаете то можете вбить в гугле и он вам очень досконально и очень детально все это расскажет какие я еще употребляю добавочки на сегодня ребята хочу вам такую информацию донести я эту информацию услышал несколько дней назад и посчитал ее сплетней но сегодня я ребята убедился в этом сам сегодня хотел купить аскорбиновую кислоту я хотел купить в ампулах но ее нет никакой ребята в кемерово в кемеровских аптеках нет аскорбиновой кислоты вообще то есть вообще от слова вообще я нет когда глубока не привоз они горят неизвестно то есть ее нету сейчас и неизвестно когда на будет но это ребята то что касается плохой части вот этого вот вот этой вот сплетни то есть что нет аскорбиновую кислоту ты но ребята в компании куль тупо есть аскорбиновая кислота стоит она в районе по моему 450 рублей действует моя 15 процентная скидка так что можете смело ребята идти покупать аскорбиновую кислоту запасайтесь можете лучше взять две-три бутылочки я заказал себе две баночки две баночки аскорбиновой кислоты мне нужно чтобы аскорбиновая кислота всегда была в наличии на сегодня это тоже не последняя аскорбиновая кислота на сегодня у меня еще есть аскорбиновая кислота в порошочках и есть в ампулах ну это то что касается витаминок ну и также ребята я не прекращаю употребление глюкозамина хондроитина от компании культ лад также ребята на сегодня я не прекращаю употребление глюкозамина хондроитина доедаю эту баночку и следующие месяцы начну употреблять уже по еще месяц буду употреблять по 3 капсулки то есть два месяца я употреблял по 4 капсулы как положено два месяца буду употреблять по 3 капсулы и два месяца буду употреблять по 2 капсулы не знаю сколько это в общей сложности выйдет банок но здесь у меня еще много 21 числа поеду покупать еще две таких баночки также ребята я перед сном и перед тренировку употребляю аргинин также ребята я так как сейчас такое время время сложное чтоб не было герпеса герпес у меня регулярно выскакивает также я употребляю лизин одну капсулку я употребляю утром рано утром как только встаю одну обязательно перед тренировкой и одну перед сном также ребята употребляю гелауроник гелауроновую кислоту в нашем возрасте нужно следить за состоянием кожи потому как бодибилдинг культуризм культура тела это не только когда у тебя большие мышцы но и надо следить за состоянием волос кожи ногтей что хорошо себя чувствовать ну и ребята вот эту вот добавочку я впервые начал употреблять я ее до этого не употреблял это дм.а.е. у культлаба также есть такая добавочка здесь 90 капсул я употребляю по 750 миллиграмм в день ну что ребята это за добавочка вы без меня я думаю тоже знаете это добавочка положительно воздействует на функции головного мозга мы также улучшает память эту добавочку я употребляю утром и обязательно две капсулки перед сном то есть на ночь ну и мы сегодня ребята это все вот такие вот были у у меня новости вот такие вот добавочки я на сегодня употребляю практически это была такая экспресс дегустация арахисовой пасты показал какие у меня добавочки на сегодня ну и в ближайшее время я вам покажу свою тренировочку без базара но на сегодня ребята это все я вам хочу пожелать употребляйте только правильное спортивное питание любите балдейте и верьте в то что завтра вы будете намного лучше и сильнее чем сегодня ну в общем то заходите на мой канал подписывайтесь ставьте лайки и очень скоро увидимся на канале домашняя качалка всем пока а